МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пешком по Северному глава Армавира осмотрел проблемные участки микрорайона. Водоканал ни при чем. Городская служба не имеет никакого отношения к продавцам фильтров для очистки воды. Тепло по-новому. Две блочные котельные к концу декабря 2012-го ведут в эксплуатацию. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. Северный микрорайон стал объектом внимания городских властей. Рано утром глава Армавира Андрей Харченко вместе с представителями коммунальных служб и архитекторами осмотрел проблемные участки и определил план по устранению имеющихся недостатков. Подробности в первом материале выпуска. Наличие свободных земель для строительства и близость рекреационной зоны делают микрорайон Северный сегодня одним из самых перспективных в Армавире. Однако о перспективах ранним утром 3 мая городской глава предпочитал не говорить. Обсуждали настоящее. Пешком обойдя микрорайон, городоначальник ужаснулся от увиденного. Бурьян по пояс с чернозем, на котором не растут цветы и не разбиты клумбы. Не лучшие спутники для бизнеса, замечает глава Армавира. Астраханец ранний. Вы такие растения знаете? Нет. Я мать Армавирин не знаю. Нет. У нас смешного мало. Смешного мало. Правда, возле такого объекта и такого цветения. Нужно сделать хорошую комнату. Ну, 21 век на улице. Вроде бы ничего, вроде бы хороший район получается. А все такое вот. Ну, когда близко пройдешь, ногами походишь. Уличный туалет на автозаправке члены выездной комиссии предложили установить в общедоступном месте. Замечания и к строителям, которые засыпали гравием ливневку, на которую были потрачены немалые средства, говорит Андрей Харченко. Особая тема для разговора – наведение порядка вокруг самого известного – долгостроя Армавира. Общежитие одного из вузов, которое начали строить еще 24 года назад. У нас хорошее отношение с вузом. Мы говорим, что это наша визитная карточка. Но недостойно для вуза, где учатся 7 тысяч студентов, территорию держать в таком антисанитарном порядке. А вот за этим бетонным забором жители организовали стихийную свалку. Кроме этого, неудобства сегодня и от идущего строительства жилого дома. Перекопанные дороги и тротуары подрядчик обязался устранить. Это когда будет? Это будет до 1 июня этого года. Одна из женщин пожаловалась мэру на гаражи, которые уродуют, и без того печальную картину. Вот эти гаражи два. Значит, по гаражам. Один продали. По гаражам. Сейчас материалы находятся в суде. Мне докладывают, что гаражи самого. Пообщался Андрей Харченко и с владельцами торговых объектов. В свое время по инициативе городских властей они провели модернизацию своих магазинов, о чем сегодня не жалеют и даже благодарят за предложенное правильное решение. На устранение же выявленных проблем городской глава дал две недели. Не дожидаясь крупных штрафов, владельцы коммерческих объектов согласны наводить порядок. Некоторые почему-то это делают только после полученных замечаний. Александр Ефанов, Александр Романовский. Специально для телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Именем водоканала. В течение двух недель диспетчерская служба северо-восточной водной управляющей компании принимает звонки от удивленных жителей. «Армавирцы» интересуются, действительно ли сотрудники этого предприятия ходят по домам и квартирам и продают системы очистки воды. Якобы пенсионерам и льготникам они обещают скидки. И в итоге цена оборудования с 12 тысяч рублей снижается до 6. Где правда, а где просматриваются признаки мошеннических действий? Подробности далее. Белые эти вот фильтры, там эти колбочки такие, очень примитивные, так сказать. У меня, ну знаете, возникла такая, думаю, какой-то они у нее не очень, ну как, броско хорошие. Любовь Каляева говорит в их доме, а живет она на Черемушках, собрание с якобы сотрудниками водоканала было дней 10 назад. Две девушки и один молодой человек прошли по квартирам и пригласили людей больше узнать о системах очистки воды и купить фильтры по очень доступным ценам. У них фраза была, что они от водоканала. Мы сразу подумали, что водоканал позаботился о нас. Ну а потом, когда начала говориться о цене, и началась такая вот, еще меня, знаете, что смутило. Ну обычно как-то люди, допустим, речь такая не очень выученная, а тут было как наизусть. Смутила пенсионерку и цена оборудования. 6 тысяч за фильтр, по ее мнению, это очень дорого. Удивлены не только стоимостью, но и самим фактом, что сотрудники городского предприятия торгуют системами очистки воды, были и десятки других жителей. С недоумением они обрушились звонками на диспетчерскую службу водоканала. Руководитель собрал пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию. Хотел сказать, что водоканал этим не занимается. Мы никаких жителей не собираем. И вопросы по качеству воды сейчас в городе не стоят. Водоканал никакого отношения к этим компаниям не имеет. Пусть житель очень внимательно к этому относится. Требуют все сертификаты, гигиенические сертификаты на эти фильтры, сертификаты Росстандарта нашего и прочие документы, которые необходимы. Водоканал против продажи, установки фильтров и сетевых систем не выступает. Это дело выбора каждого. Руководитель лишь подчеркивает, вода поставляется потребителям качественно и в соответствии со всеми стандартами. Наша съемочная группа по телефону связалась с сотрудниками фирмы, которая, по словам десятка армавирцев, торгует системами очистки якобы от имени водоканала. Ее специалисты факт работы с жителями по районам отрицать не стали. А вот с обвинениями в нечистоплотной рекламе категорически не согласны. Мы находимся по адресу Володарского, 116, второй этаж. Можете подъехать, у нас там имеются все документы, удостоверения, ни за кого лохотрана, как бывают люди, говорят. Любовь Каляева, вспоминая собрание с продавцами фильтров, говорит, без прибыли они в тот день не уехали. В их доме двое жильцов решились на покупку. А сколько таких в других микрорайонах и не сосчитать. Она же воду очищает по старинке. Сначала кипятит, а потом дает ей отстояться. Этот способ не только проверен десятилетиями, но и весьма экономный. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Оружие, боеприпасы и наркотики. Целый список предметов и веществ незаконно изъяли армавирские полицейские в ходе операции «Анаконда». Уже больше недели весь личный состав городского отдела МВД задействован в массовой проверке пассажирского транспорта и объектов общественной значимости. Операция продлится до 10 мая. Ее промежуточные итоги узнала Ольга Чихонцева. О безопасности граждан на массовых гуляниях 9 мая полицейские решили позаботиться заранее и блокировать ввоз в город незаконных веществ. С 26 апреля на въездах в Армавир дежурят оперативные сотрудники. Они не только внимательно проверяют документы гостей города, но и осматривают их автомобили. Вплоть до окончания всех майских праздников весь личный состав отдела МВД России по городу Армавиру переведен на усиленный вариант несения службы. Значительно увеличено количество патрульно-постовых нарядов, количество следственно-оперативных групп, которые выезжают на места происшествия. Также задействованы все сотрудники, в том числе и по охране массовых мероприятий. Массовые проверки дали свои результаты. В ходе операции «Анаконда» полицейские изъяли 32 патрона, ружье и короткоствольный пистолет. Попутно оперативники выявили и преступления в других сферах. Также выявлены ряд фактов незаконного хранения наркотиков. Всего из оборота в настоящее время изъято чуть более 22 граммов наркотических средств. По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел. Обвиняемым в незаконном хранении оружия грозит наказание до двух лет лишения свободы. Однако, действительно эффективная операция «Анаконда» будет, по мнению полицейских, если к делу подключатся бдительные граждане. Всех, кто располагает информацию о незаконном хранении боеприпасов, наркотиков или взрывчатых веществ, просят сообщить по телефону 02. Ольга Чухонцева, Александр Романовский, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». К середине июля строительство закончат, а в декабре проведут пусконаладочные работы. На территории промзоны возводят две современные блочные котельные. Одну напротив предприятия «Армавиркабель», другой в районе завода «Точмашприбор». В случае перебоев поставки тепла от ТЭЦ, новые котельные должны не только основную нагрузку взять на себя, но и вывести теплоснабжение в городе на более высокий уровень. Подробности далее. На сегодняшний день оборудование по тепловой части находится у вас на площадке. На площадке, да. То есть котлы и дымовая труба мы будем завозить буквально сразу после праздника. С технического совещания начинается день на строительной площадке одной из котельной. Главное – уложиться в установленные сроки. Реализация крупного проекта стала возможной благодаря средствам инвестора. Стоимость работ – более четверти миллиарда рублей. И все для того, чтобы жители микрорайона «Армавира» получали тепло качественно, без перетопов, перепадов давления в сети и соответствующие всем СНИПам. Я думаю, в декабре месяце это будет уже стабильно работающая котельная. Что даст это? Это даст нам улучшение теплоснабжения тех районов, которые обслуживают сейчас котельные ТЭЦ. Поскольку ТЭЦ уже, ну будем говорить, построены в 50-х годах, уже физически изношены. Строительные работы ведет ростовская корпорация. В 2010 году в «Армавире» ее специалисты уже занимались реконструкцией теплосетей. Руководитель проекта говорит, все идет по плану. На площадке в районе предприятия «Армавир-кабель» уже погружены сваи под фундамент. В середине мая должны приступить к установке котлов, теплообменников, насосных групп. Особенность строительства котельных в том, что сначала монтируется оборудование, и только после возводятся стены здания. Иначе современную технику в помещение не внести. Разработан проект. Котельная будет полностью автоматизирована. То есть управление процессами всем будет без человеческого фактора. Что, как говорится, будет влиять на безопасность, скажется на качестве теплоэнергии. И плюс то, что не будет вот этих перетопов, которые сейчас на сегодняшний день довольно актуальны. То есть для населения это будет, ну, скажем так, большой плюс. Котельная действительно современная. Объект площадью почти 400 квадратных метров. Будут обслуживать 13 человек. И главная функция – это контроль. Всю работу выполнят умные процессоры. Регулирование подачи тепла автоматическое. Специальные сенсоры определяют уличную температуру и в зависимости от показателей увеличивают или уменьшают степень нагрева. Модернизация сетей в конечном итоге должна привести не только к качественной работе, но и экономии жителей на платежах за тепло. Ирина Рухлядко, Александр Романовский, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. Гость из прошлого века. В нашем городе сделал очередную остановку ретро-поезд «Победа». Уже третий год на юге России проводится уникальная акция. В преддверии 9 мая музейный подвижной состав образца 40-х годов колесит по железным дорогам и останавливается в крупных городах. Он везет домой бойцов Великой Отечественной, а на вокзале победители встречают родные и близкие. Реконструкция событий достойна съемок исторического фильма. С той лишь разницы, что все здесь можно потрогать и даже забраться в паровоз с настоящей угольной топкой. Подробности в репортаже Влада Волошиной. Ретро-поезд в пути уже 10 дней. Длина маршрута почти 2000 километров. Самоходный музей побывал в Ставрополе, Нальчике, Невиномыске и других городах Южного федерального округа. Подобные путешествия проводятся третий год. В первый раз ретро-поезд приезжал в Армавир в канун 65-го юбилея Победы. Тогда на 2-м железнодорожном вокзале развернулся настоящий праздник – реконструкция событий послевоенных лет. Фашисты разгромлены и бойцы возвращаются с фронта. Торжественная встреча, музыка и слезы родных. Только роль солдат исполняют артисты. В этом и смысл путешествия – показать людям, как это было тогда. Получается достоверно. «Находятся ветераны, которые подходят к связистке нашей, подошла в Батайске на станцию, наплакала, обняла ее, говорит, я была точно такая, как ты, я даже одета так была, я уходила на фронт с этой станции, я всю войну связистка прослужила». В этом поезде все настоящее. Паровоз, деревянные теплушки, платформа для боевой техники и даже вагон класса люкс для командного состава. Люкс по военным меркам. Скорость тоже в стиле ретро – 40 км в час. Зато своим ходом, без обмана, на угольном топливе. «Вот так и работаем. Победа за нами. 60 лет. Все нормально». Организаторы даже боялись, что машинистов для такой техники не найдут. Эта профессия – тоже музейная редкость. Сын Людмилы Грава – один из таких штучных специалистов. Людмила говорит, что он третий год подряд колесит по дорогам Кавказа на ретро-поезде. Сегодня остановка в Армавире, и семья пришла с ним повидаться. «Это вот детки его, которые долго ждали его. Он уже полмесяца у нас в командировке. Мы-то раньше тоже не видели. А сейчас вот наяву увидели, как вот это все уголь кидают, какие машинисты действительно грязные все такие, что уголь, сажа летит. Интересно? Интересно, конечно, очень интересно». В этом году театрализованного представления в Армавире не было. Они проводятся по очереди в разных городах. Но прибытие ретро-поезда все равно вызвало массу положительных эмоций. Горожане с любопытством разглядывали диковину. Акция будет проводиться ежегодно, так что мы еще станем свидетелями возвращения победителей. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Ольга Чухонцева. Здравствуйте! Демоверсия лета в Армавире продолжается. Первые числа мая по погодным показателям ничем не уступают июню или даже июлю. В пятницу горожан вновь ждет ясное небо и дневная жара – плюс 25, плюс 28 градусов. Ночью прохладнее – плюс 16. Ветер будет северо-восточным – 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженным. А вот в российском календаре профессиональных и общественных праздников 4 мая пока вакантная дата. Зато в других странах на него намечены вполне серьезные мероприятия. В Замбии отметят День труда, в Китае День молодежи, а в Японии День зелени. На этом у меня все. Ирина. Спасибо, Оля. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете www.ravita.info и на волнах авторадио «Армавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова